Музыка Когда мы смотрим на старинные рушники, то оцениваем в первую очередь их красоту, колоритность, манеру вышивки. Но для наших предков рушники были не просто красивым предметом, неоценимо их значение в обрядовой культуре. На рушниках отображалось видение наших предков об устройстве мироздания, понятие о добре и зле, о правилах жизни. Рушник был оберегом, который хранил семью от всего дурного, и его можно читать, как книгу. Рушники – уникальный предмет в народной культуре, и ценность его не в красоте узоров. Из века в век вышивальщицы повторили орнаменты, в которых изначально был заложен глубокий сакральный смысл. Как говорил советский ученый, академик Борис Рыбаков, рушник – это языческая икона, и в наши дни в музейных коллекциях мы можем видеть старинные рушники, которые содержат архаичные узоры, и в этом их ценность. Наиболее интересным с этой точки зрения, наиболее значимым рушником в нашей коллекции является тот рушник, который посетители нашего музея очень часто обходят взглядом, потому что он им кажется не очень выразительным, не очень ярким и выполненным как будто бы не какой-то неумелой рукой. Это рушник, найденный в селе Крымское, Славано-Сербского района, на котором изображено мировое дерево. Вот это изображение, мировое дерево, отображает представление наших предков о Вселенной, обо всем мире. Оно отражает представление о пространстве, отражает представление наших предков о времени, о главных персонажах мироздания. Дерево состоит из корней, которые находятся под землей, ствола, и кроны, которые шумят высоко в небе. Вот именно таким представляли себе пространства наши предки в том числе. Корни олицетворяли собой подземный мир, там, где живут предки умершие, находится мир мертвых. Это вчерашний день во временном отношении. Там находятся различные демоны, различные злые духи. Со стволом ассоциировалась земная жизнь, жизнь людей, настоящее время. А небесная сфера связывалась с кроной дерева. Там находятся боги, там живут птицы в этом мире, там живут души будущих людей. Мировое дерево, которое объединяло все сферы мироздания, мир небесный, земной и подземный, присутствовало в различных видах творчества древних народов, и в устных текстах, и в изображениях, начиная от бронзового века. В коллекции Луганского областного краеведческого музея есть и другие экспонаты, на которых присутствует этот древний символ. Так, небольшой сосуд эпохи бронзы, который, предположительно, служил предметом культа. Мировое дерево изображено также на израстах XVIII-XIX веков, которые были изготовлены в селе Пархоменко Краснодонского района. О мировом дереве говорится в мифологии многих народов мира. Изображение мирового дерева имеется также вот на таких интересных экспонатах, которые недавно поступили в фонды нашего музея. Это подвески, куздечки печенежского всадника эпохи печенега, это X-XI век. Подвески эти металлические, и здесь вот в их центре как раз и помещено изображение мирового дерева в виде пальметы, то есть пальмы. Причем изображение здесь инверсионное. Одно изображение повернуто в одну сторону, а другое в противоположную сторону. Возможно, так изображался верхний мир и нижний мир. Со временем снижалось сакральное значение символа мирового дерева. Вышивальщицы, копируя это изображение, которое пришло от их прапрабабушек, уже не вкладывали в него столь глубокий смысл. В более поздние времена мировое дерево оставалось на рушниках как декоративное изображение. В конце XIX – начале XX века в народной вышивке архаичные узоры, которые передавались из века в век, начали соседствовать с альбомными. То есть узорами, которые разрабатывались художниками в так называемом псевдонародном духе. И вышивальщицы начали сочетать символы, которые передавались им от предков, с узорами, придуманными художниками. Вышивались изделия уже не только архаичным рушниковым швом, а также крестиком. Интересно, что в каждом регионе Украины были свои излюбленные цветовые гаммы. На слабоженщине преобладали красно-черные или красно-синие тона. Вот если посмотреть на рушник, который бытовал в селе Песчаная Кременского района, то здесь мы увидим архаичное изображение в центре трехчастной композиции, рядом с которым совершенно узнаваемые лебеди. Вот эти лебеди – это уже альбомные мотивы. С другой птицей их не спутаешь, они очень выглядят декоративно, эстетично. А вот изображение, которое между ними, вызывает много вопросов. Есть такое выражение устойчивое – природа-мать. Мать – сыра земля, которую мы встречаем в сказках. Так вот, первая идея, которую обожествил человек, – это была мать. Мать, как женщина, рождающая детей, и природа-мать. Все, что окружало человека, растения, земля, из которых все произрастало, и которая давала плоды для жизни человека. Поэтому очень часто вот это мировое дерево сливается с изображением женщины, имеет антропоморфные черты. И вот в данном случае здесь мы и видим такое соседство. У наших предков практически ни одного праздника не проходило без рушников. Рушник использовался в различных обрядах – свадьба, рождение ребенка, крестины и многие другие. Рушники бывают разные – килкови, утирач. Бывают рушники и повывальни, на которых детей принимали во время родов. Весь сильные рушники. И вообще слово «рушник» связано с дорогой. Не зря рушник имеет длинную прямоугольную форму, и он не изменился много тысячелетий. Форма его одинаковая, длинная. И даже давали рушник, когда шел солдат в дорогу. Когда человек умирал, тоже повязывали на крест и хлеб ложили на рушник. Очень многое применение его. Рушник вообще-то это оберег. Он оберегает. На обрядовых рушниках имели значение каждый изображенный символ, каждая деталь. Вот эти красивые лебеди, они несли не только эстетическую нагрузку. Лебедь в славянском мире всегда была священная птица, которая наделялась человеческими чертами. Во многих славянских культурах считалось, что не только аист приносит детей, он делает это только летом. А в остальное время детей людям приносит именно лебедь. Оно очень известно и воспитое во многих песнях. Представления о лебедях, они, как и многие другие животные, являются моногамными, как известно. Но воспринимается это именно в данном случае как супружеская верность. Увидит у птицы, которые повернуты головками друг к другу, клювиками друг к другу, символизируют молодую пару. Вот если в русской культуре, в русской традиции белой лебедушкой очень часто выступает именно невеста, то в украинской традиции пара лебедей символизирует жениха и невесту. На подобных обрядовых рушниках не обойтись без защитных символов, потому что вышивальщица создавала оберег. Например, на свадебных рушниках мы можем встретить изображение петуха. Петух – символ солнца. Это птица, крик которой прогоняет ночь и приближает рассвет. А наши предки считали, что крик петуха прогоняет не только темноту, но и всякую нечисть, все недобрые силы. С другой стороны, петуха, который был хозяином в курятнике, воспринимался как такой персонаж, который руководит женским коллективом, приписывались ему такие брачные функции, он считался символом настоящего мужчины. И поэтому изображение его на свадебном рушнике должно было придать соответствующее качество жениху. На рушниках мы можем увидеть и символическое изображение ритуальных действий. Так, на рушнике, который был привезен в Луганский областной кровеческий музей из села Песчаная Кременского района, изображена свадьба. Мы видим ряд парных фигурок – мужчин и женщин, которые стоят, взявшись за руки. Это жених и невеста. В руках у них свадебное деревце. Над молодоженами – грилянда из цветов. И коробочек мака, из которых высыпаются маковые зернышки. Интересно, что в нашем регионе молодоженов не всыпали маком. Для этого использовали зерно-хнельмонеты. Но маковое зерно издавна служило в обереговых действиях в обыденной жизни. И по замыслу вышивальщицы должно было защитить и молодоженов. Маковые зернышки, как известно, их очень много в коробочках, они являются очень маленькими. Поэтому вот собрать, допустим, маковые зернышки – это сложная задача была бы даже для Золушки. Без вмешательства потусторонних сил она бы не смогла ее выполнить. Поэтому наши предки, заметив такую особенность этого растения, его зерен, приписывали ему следующее свойство. Считалось, что вот если задать сложную задачу нечистой силе, с которой она не сможет справиться, то тем самым эту нечистую силу можно нейтрализовать. Маком также обсыпали, например, телят, маленьких телят, которых в первый раз отправляли выпасаться на пастбище. Вот из дома они выходили, они попадали в этот чужой, во многом враждебный мир, и нужно было их каким-то образом защитить. Защитить от волков, защитить нужно было от нечистой силы. И вот хозяйка при этом обсыпала, первый раз отправляя, так сказать, в белый мир, в белый свет этого теленочка, хозяйка обсыпала его освещенными зернышками мака и приговаривала при этом, я скажу современным языком, пусть тогда нечистая сила тебя испортит, когда пособирают все эти зернышки. Вот такой обряд, вот такой вот ритуал, который призванный был уберечь от нечистой силы молодоженов и изображен на этом рушнике. Со временем на рушниках начала присутствовать не только символика, доставшаяся от языческих предков, но и элементы евангельских сюжетов. В этом плане интересным является рушник, который бытовал в селе Сычанское Марковского района. Это рушник пасхальный, что следует из надписи, которая помещена на рушник. Там написано приветствие, которым обмениваются верующие в этот главный православный праздник. Христос воскрес, воистину воскрес. Верхний ряд декоративной композиций на этом рушнике представляют три птицы с прижатыми крылышками, которые смотрят в одну сторону. Это уже не символ молодой пары. В данном случае вот эти три птицы, которые смотрят в одну сторону, это символ Божественной Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Ниже изображен ряд из семи животных, зооморфное такое изображение, которое не сразу угадывается, что это такое. Угадать его можно только, если сопоставить это изображение с евангельским вероучением. Здесь изображены ослики. Эти ослики напоминают нам о том, как в вербное воскресенье Иисус Христос въехал верхом на осле в город Иерусалим. Наиболее распространенными узорами на слабожанских рушниках в конце XIX – начало XX века были растительные гирлянды из роз, лили, винограда, дубовых листьев, ягод. Конечно, не все вышитые растения имеют семантику и смысл, но в некоторых она присутствует очень ярко. Так, например, виноград. В Древней Палестине виноград был символом домашнего очага и спокойствия. У южных славян, где было развито виноградарство, виноградная лоза была символом плодородия и деторождения. Дубовые листья, вышитые на рушники, способствовали укреплению брака. Лилия была символом невинности и деторождения. В конце XIX – начало XX века начали появляться рушники, на которых изображались сценки народного быта, сюжеты популярных народных песен. Такие рушники служили исключительно для украшения и не несли никакого сакрального смысла. В старину у наших предков дом был украшен рушниками. В святом углу и на стенах висели вышитые обереги, на которых были символы пожелания – семейного счастья, доброго здоровья, хорошего урожая. Вышивая древние языческие узоры на рушниках, крестьянки чаще всего не представляли всей глубины этих символов, но не твердо знали, что вышитый рушник принесет добро и защитит семью. И в наши дни женщины продолжают эту традицию. И стежок за стежком, иногда сами того не ведая, вышивают обереги на счастливую жизнь, на любовь и добро. Редактор субтитров А.Семкин